Здравствуйте! Сегодня в студии репортер ТМ-13 Лидия Ларина, директор, художественный руководитель Ленинского мемориала. Здравствуйте, Лидия Геннадьевна! Добрый вечер! Мы вас, естественно, пригласили, потому что весь Ульяновск замер в ожидании самого главного события. У нас открывается 2 марта музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена», с чем я вас и поздравляю. Спасибо! Итоги будем подводить потом, когда он пройдет. Сейчас будем говорить о программе, о том, какая работа проделана предварительно, кого удалось пригласить, что вообще ждет ульяновцев и всю творческую общественность города. Итак, этот музыкальный фестиваль у нас юбилейный, 55-й. Какие еще есть особенности? Юбилейный, столетие революции, советская революция, российская революция. И что еще? Какие особенности? Вы знаете, фестиваль – это всегда многожанровость. Фестиваль – это всегда огромное количество звезд. Как звезд всемирно известных, успевающих музыкантов, так и открытие звезд, которые действительно, на наш взгляд, это яркие, талантливые музыканты, исполнители, певцы, которые на сегодняшний день становятся лауреатами престижнейших конкурсов, и они становятся в огромный тур как по нашей стране, так и по всему миру. И наша задача, как организаторов, сконцентрировать в одном городе, в одном регионе, на одной центральной площадке нашего красивого города, города Ульяновска, вот такая концентрация выдающихся людей. Если сейчас говорить о составе исполнителей, то это более 250 участников, которых мы ждем к нам на фестивале. Почему такое большое количество? Потому что это хоры, потому что это балетная труппа, потому что это приезд многих музыкантов, исполнителей и вокалистов. Поэтому такое количество людей. А если говорить вообще о занятости всех наших музыкантов, то это, конечно же, часть филармонического состава. Это Большой симфонический оркестр, порядком 100 единиц. Это народный коллектив, народный государственный коллектив в этом году, он получил статус губернаторский. Это оркестр державы, это наш прославленный ансамбль, академик-бенд. И, конечно же, наши все вокалисты, вокалисты-инструменталисты, которые будут активно принимать участие на одной площадке совместно с музыкантами мирового класса. Ну вот как раз, чтобы музыкантов мирового класса собрать на одной площадке в короткие такие сроки, да? Каждый фестиваль, каждый... Ведь это же сколько вам нужно было, какая подготовка прошла? Как вы с графикой все сопоставили? Вы знаете, сейчас мы уже ведем переговоры на 2018-2019 год, поэтому это нормальная практика мировых концертных организаций. А поскольку мы город, который всегда... И не просто заявляем о том, что мы город, который пытается создать на своей территории как культурные, спортивные и многие-многие мероприятия... Опыт нарабатывается. Опыт нарабатывается. И поэтому сегодня уже выстраивается график на много-много лет вперед. И мы радуемся, когда вот эта договоренность годами ранее, она подтверждается в своих графиках у Дениса Мацуева. Да, тот же Денис Мацуев уже как наш... Балет, который действительно едет в большом турне и приезжает с одного фестиваля из города Саратова, приезжает к нам на фестиваль. Фестиваль действительно значимый для региона, и он значимый для всей России. Почему? Потому что это один из самых старейших фестивалей. Вот мы не так давно с вами по всем центральным каналам радовались об открытии 10-го международного фестиваля Юрия Башмета. А в прошлом году мы его принимали у себя и говорили с Юрием Абрамовичем. Он говорил, ты знаешь, Лид, вот как мне понравилось, как Владимир Владимирович Путин говорит, ой, я и не знал, что ваш фестиваль, имеется в виду Юрий Башмет, вошел в двадцатку лучших фестивалей во всем мире. И так же, как Юрий Абрамович говорит, ты знаешь, Лид, я и не знал, что у нас есть такой сумасшедший классный фестиваль, у которого есть такая традиция и такой яркий ансамбль звезд, которые были, есть и будут на вашем фестивале. Поэтому вот здорово, когда люди открывают для себя, политики открывают для себя то, что создано годами раньше, точно такими же, в принципе, это была политическая воля 55 лет назад создать такой фестиваль. Он был действительно федерального. Когда это был всесоюзный, ленинский, он был такой идеологический. Он был идеологический, но его внутренняя составляющая была четко, ясно просматривалась. Это был смотр, парад выдающихся людей в мире музыки. И вот эта вот история, которая год от года всегда была на нашем фестивале, мы ее храним, чтим и стараемся, чтобы планка, которая была задана еще 55 лет назад, были падения, были взлеты, она всегда была очень высока. И поэтому сегодня есть большой интерес в нашем регионе, сегодня есть интерес со стороны мировой общественности, которая действительно присылает отклики, поздравления о том, что как здорово, что фестиваль есть, а он есть и будет. Но он уже не ленинский. Вот ленинская тематика, она ушла, идеологи корректировали все равно само содержание. Вы знаете, идеология, может быть, она была в самом названии, потому что мы с вами понимаем, что город Ленина, ленинские мемориалы к 100-летию Ленина. Но вы понимаете, занимаясь очень много сейчас именно темой Ленина, и вообще экспозицией нашего музея, мы понимаем, что вот то великое наследие, которое было заложено, оно и без него никуда. И поэтому сегодня есть интерес и познание того, как, как говорится, культ личности, и вот эта вот тема лидерства, она очень важна. Поэтому лидеры меняются, но само построение, само построение, оно как было в истории, оно так и продолжает. То есть человек преуспевающий, человек грамотный, образованный, интеллигентный, создающий концептуально позицию, ну так сказать, мирового господства, оно, в общем-то, проходит через года, но история меняется, меняются фамилии, но стиль. Но стиль лидерства, он, в принципе, как есть, поэтому это хороший момент познания. И сегодня для нас это очень интересно. И поэтому то уважение к истории, к истории, которая была в нашем обществе, и вот этот раскол, который был в обществе, и сейчас мы говорим о единстве, потому что здесь были и правые, и левые. И один из концертов, а их будет 10 вечеров, мы посвящаем на Большом зале Ленинского мемориала, шесть концертов пройдет по муниципальным образованиям, это тоже для нас важно, потому что муниципальное образование всегда включается в работу нашего фестиваля, и этот год не исключение. И мы говорим о том, что вот эти важные события, из этих огромного количества концертов мы посвящаем один день, столетию Российской революции. Будет исполнено грандиозное произведение в Сверидово приезжает Магнитогорская капелла, наши друзья, именно друзья, потому что вот эта вот дружба, творческая дружба, она бывает мгновенной, мимолетной, когда рождаются какие-то полота, а бывает такое, что есть привязанность. Почему? Потому что когда люди спал слова, мы же понимаем, что произведение, которое будет исполняться, допустим, 19-го числа, никогда не исполнялись совместно ни капелла, ни ульянским симфоническим оркестром. Это происходит мгновенно, за несколько часов до начала самого действия. И вот это таинство действия, это называется большой музыкой, большим мастерством, профессионализмом многих-многих людей, которые стоят и в руководстве, и самих, прежде всего, музыкантов. Музыканты этого ждут, конечно, да, с нецерпением, с какими чувствами? Ну, больше всего этого ждут зрители, а музыканты, которые живут, живут этим, это все-таки дадим должное, это профессия, профессия, в которой ты находишься, ты должен просто делать достойно и нести свою лепту в это большое дело. Чуть поподробнее о программе еще. Программа состоит из многих составляющих. Почему? Потому что концерты – это самое главное на фестивале. Но на фестивале очень важны общения. Когда ты говоришь о том, что ты даешь возможность общаться с людьми, которые действительно востребованы сегодня, и у них действительно занят очень график, и ты говоришь, что сегодня ты придешь и будешь, первое, на репетиции, второе будет творческая встреча, третье, ты можешь задать вопросы первым лицам, которые будут в каждом концерте. Это такие блиц-встречи. Ты можешь сделать и селфи, ты можешь сфотографироваться, ты можешь взять автограф. И самое главное на этом фестивале будет, во-первых, рассказанная история фестиваля, потому что все-таки 55 лет, еще раз повторю, полвека у нас идет фестиваль «Шагает по России». Это первый. Второй момент. У нас есть рассказ, и будет интересно экспонироваться выставка «К столетию революции». Научные сотрудники Ленинского мемориала сейчас занимаются над этим. У нас прекрасная выставка, которую как-то открыл Сергей Иванович Морозов. Она называется «Выдающиеся люди Сибирской губернии», Ульяновская. Это действительно интересно, но когда картины застывают, они становятся неким, так сказать, памятником. И нам хотелось бы немножко оживить тот картинный ряд и сделать это немножко с каким-то сдвижением. Поэтому сегодня нам показалось следующее, что если о каждом человеке будет рассказано, и рассказано действительно экскурсоводам, научным сотрудникам, горожанам, которые будут приходить на концерт, и до каждого концерта будет программа «Офф» за 30-40 минут. Мы ждем всех в концертном зале Ленинского мемориала для того, чтобы предоставить огромное количество разных тем, тем, то, что связано с историей, еще раз повторюсь, фестиваля, связанная со столетием революции, связанная с нашими земляками. У нас будет выставлена выставка удивительного музея Лю Шау Ци. Это провинция Хунань, где мы не так давно были в Китайской Народной Республике, подписали соглашение о сотрудничестве и выставляли и представляли Ленинский мемориал и регион, Ульяновский регион, на таком высочайшем уровне. Это первый международный опыт в Китайской Народной Республике, когда крупнейший музей, назовем так, Советского Союза России, приехал в Китайскую Народную Республику. И для них это очень важный шаг, тогда, когда Китайский музей, именно Китайская Народная Республика, будет представлять часть своей экспозиции на территории Ленинского мемориала. А в ноябре, уже когда будет празднование 100-летия революции, у нас будет открыта полная выставка, куда приедут родственники одного из выдающихся людей, так же, как для нас Владимир Членин, так же там Мао Цзудун и Лю Шоу Ци, его соратник. Хорошо, если еще вернемся к программе, я хочу спросить про Дениса Мацуева. Там тоже заявлены и премьерные какие-то вещи, да, и он выступает как джазовый солист-импровизатор. Это тоже впервые? Ну, надо сказать, что Денис всегда импровизирует. И поэтому, с одной стороны, да, мы написали о том, что это будет впервые его... В основном это были классические произведения. Это был Чайковский, это был Рахманинов, как раз к 200-летию Гончарова. В этом году, как ни странно, мы решили подойти немножко так вот более свободно, не спонтанно свободно. И одно из произведений, на мой взгляд, очень интересное, любимое в нашем городе, Гершин Рапсодия в стиле блюз, а также его импровизация будет звучать в руках маэстро. Но мы решили пойти дальше с Денисом Леонидовичем, и он предложил, говорит, «Ты знаешь, Лида, это красиво, конечно, когда импровизирую, но классика должна оставаться классикой, и поэтому многие не знают, но у нас в концерте будет звучать битхойн, второй концерт для фортепиано с оркестром». Здорово. По доступности билетов, пригласительных и акций, которые вы устраиваете для своих зрителей. Вот мы как-то с вами беседовали еще в старой студии репортера, да, и говорили про дом музыки, вы говорили, что храм должен быть, должны приходить туда, общаться, ну, жить, да, действительно. Не от звонка до звонка, прозвенело три звонка, сели зрители, отсидели полтора часа и ушли, кого-то трогнуло, а кого-то нет. А вот действительно должна быть жизнь. Сейчас в Ленинском мемориале, вот я так понимаю, что всем вашим коллективам это удается делать, мемориал живет другой жизнью. Жизнь очень насыщенная, могу сразу сказать, потому что мы понимаем с вами, что здание культурное наследие 1905 года, которое является Ульяновской филармонией, Ульяновский дом музыки, находится сейчас на ремонтных работах, идет усиление фундамента, вздвижение новых стен, потому что оно претерпело изменения в связи с долгим, вот в таком положении. Но я хочу сказать, что вот та насыщенная жизнь, которой сейчас находится, Ленинский мемориал, дает возможность, во-первых, зданию встряхнуть за тем, что ведь поток людей, который был раньше, когда мы посмотрим по статистике, в год проходило 2 миллиона человек. Ведь это были не только люди, которые приходили и приезжали со всего Союза, конечно же, на экскурсию, но это были люди, которые приезжали в концертный зал. И поэтому в этом году мы создали специальный тур, туристический тур, потому что мы еще являемся визит-центром, туристическим центром, который аккумулирует на своей территории, на своей площадке все достижения, которые существуют в Ульяновской области. И для нас это очень важно показать, что у нас есть и туристический продукт, не связанный не только с Ленинским мемориалом, у нас есть прекрасные, красивые места нашей области. Но это прежде всего еще и площадка для показа и демонстрации того, что сегодня регион должен и, может гордиться. Потому что нам действительно есть чем гордиться. Это и талантливая молодежь, это и дети, это в сфере машиностроения, авиа. И поэтому сегодня мы предоставляем нашу площадку и говорим о том, что сегодня некая концентрация должна проходить и в Ленинском мемориале, потому что гости, которые приезжают, и группы, и встречи, делегации, они все равно так или иначе проходят через Ленинский мемориал. И потом это такой конгрессный центр, действительно он и задумывался как конгрессный центр. Если мы с вами сейчас проедемся по многим европейским залам и азиатским залам, то при каждом концертном зале уважающем себя есть музей. Это маленький-маленький музей. Здесь же создание было действительно монументальное. Это огромный концертный зал, 1200 мест, огромные территории. Поэтому сегодня у нас большая программа, такая бизнес-программа, связанная с привлечением, конечно, огромного количества выставок, которые сейчас экспонируются по всей стране. Мы видим, какое идет движение в Третьяковской галерее, и мы понимаем, что к этому нужно прийти. Во-первых, здание должно быть достаточно подготовлено, именно климат-контроль, и много-много, что связано с экспонируем картин. Но помимо всего, ведь проходит огромное количество выставок с достижением техники, медицины. И, конечно же, это изобразительное искусство, то, к чему на сегодняшний день будет готовиться площадка Ленинского мемориала. Это и концертный зал, это выставочное пространство. Конечно же, сегодня идет большая работа научными сотрудниками музея над экспозицией, потому что мы понимаем, время идет вперед, и сегодня вот то понимание действительности и вот этой исторической контекста взгляда на историю, он должен быть сегодня объективно, честным по отношению к своим предкам и дан сегодняшнему посетителю, кто познает и приходит сюда. Поэтому здание действительно развивается, и, на мой взгляд, мы должны только привлекать сюда федеральный центр, который понимает, что в большой стране, такой как Россия, есть город Ульяновск, и здесь есть такой мощный центр культурно-просветительский, образовательный и научный центр, прежде всего. Мы не имеем права оставлять его в запустении. Поэтому движение огромное, и огромное количество сейчас ведется переговоров действительно с многими научными сотрудниками для того, чтобы мы проводили здесь конференции, для того, чтобы сюда поехали люди, которые получали премию Нобелевскую. Мы ведем сейчас переговоры создать такую уникальную программу, когда со всей Россией будут приезжать люди для встречи с Нобелевскими лауреатами. Для этого тоже огромное количество времени мы проводим сейчас в переговорах. Поэтому фестиваль это действительно событие, событие для региона, но я могу сказать, что это одно из ярких событий, дабы никак не задеть своих коллег, потому что я знаю, что наши культурные учреждения это достаточно люди-профессионалы своего дела, которые делают свое дело с достоинством, и поэтому мы всегда друг другу помогаем. Если вернуться к фестивалю и процессу распространения билетов, вы придумываете акции, вводите какие-то новые конкурсы, расскажите об этом, помогает ли это зрительскому росту? Вы знаете, вся фраза, которая уже стала пролетать вся наша жизнь, игра, поэтому мы играем, играем, но в каком плане мы не играем ценами, мы играем идеями, будем так говорить. К мемориалу раньше это не относилось никаким образом. А идеи всегда очень подвижны для людей, поэтому если сегодня мы предлагаем и говорим, что если сегодня день спонтанных получения, как у нас было, я не помню, какое-то было число, и мы подумали, а почему нет? Сегодня человек приходит, покупает билет, и он спонтанно от администрации Ленинского мемориала получает пригласительный билет на мировую премьеру, которая будет в этом фестивале. Кстати, это тоже очень важная часть нашего фестиваля, когда на фестивале осуществляются премьеры, мировые премьеры советского русского композитора, который приезжает из Германии, Александра Сойникова, мастера Маргарита. Я думаю, что это будет удивительное зрелище. Многие билеты уже закончились на концерты, поэтому на Дениса Мацуева вряд ли можно попасть, потому что концерт продан полностью. Концерт, который будет проходить в Литурадской церкви, поскольку наше здание находится на ремонте, и нам с любезностью предоставили здание церкви для проведения концерта. На фестивале органного концерта приезжает удивительный итальянский органист. мы вынуждены были дополнительно поставить второй концерт, и сейчас идет активно продажа уже второго концерта в рамках фестиваля, поэтому это уже не 10, это уже 11 вечеров. А что касается предложения для наших посетителей, для наших слушателей, прежде всего, мы говорим, что у Ульяновского дома музыки, у филармонии, а это 74-й концертный сезон, в котором мы сегодня пребываем, и следующий год, 17-й, 18-й год, это 75 лет филармонии, 50 лет симфоническому оркестру, и поэтому сегодня мы уже такой даем посыл на то, что следующий год будет такой нескучный. Мы говорим, что у дома музыки, у Ульяновской филармонии есть клуб любителей музыки. Этот клуб, он распространяется по всей России, и у каждой филармонии есть такой клуб, и мы гордимся, что наши 3000 человек, это наш клуб, он постоянно разрастается, и поэтому для членов клуба, для людей, которые любят музыку и действительно свое свободное время так или иначе посвящают для того, чтобы прийти и прикоснуться к чему-то прекрасному, мы делаем действительно солидные скидки, и для них делаем специальные какие-то акции, мероприятия, но и каждый человек, который приходит и понимает, что он открывает для себя сегодня мир музыки, он его открывает и понимает, что если он приходит в компанию, он может получить какую-то определенную скидку, цель продажи билетов это не привнести дополнительный доход, это делается только для того, чтобы суметь на вырученные средства пригласить действительно выдающихся людей, потому что сегодня бюджет фестиваля складывается из трех составляющих, первое это областный бюджет, за что я всегда благодарила и буду всегда благодарить руководство области, потому что принимать решения в трудное, не в трудное время, но мы понимали, что и в 40, кстати, в 45 году открытие было филармония, ведь это же тоже было для чего-то нужно, это было непростое время, и поэтому в разное время у нас всегда открываются и продолжают и развиваются очень многие направления, не только в мире музыки, поэтому сегодня говорим спасибо, часть бюджета это областной бюджет, а большая львиная доля это внебюджетная составляющая, это то, что сегодня мы имеем возможность продавая билеты на эти деньги приглашать артистов, если только брать областной бюджет, это будет один или два концерта, и остальное будет уже неинтересно. Ну и завершая, мало остается времени, вы сказали про муниципальные районы, в какие районы и кто поедет? У нас приезжает удивительный коллектив воронежские девчата, они когда-то здесь были, но они были очень-очень давно, они приезжали самостоятельно, а в этом году, как всегда, в фестивале мы делаем соединение с нашими коллективами, поэтому, допустим, итальянский джазовый музыкант выступает с академик бэнда, вот я не сказала это, но не могу вам это не сказать, мы уже второй год у нас проект реализуется в Филармонии 2 на базе ДК Руслан, и мы принципиально не повторяем программы, поэтому я знаю, что многочасть публики, которая живет в центральной части и засвияжей, и так далее, они едут именно за Волгу, чтобы попасть на этот концерт, это принципиальная важность, чтобы не повторяться с площадками, вот, а воронежские девчата, понятно, из какого они города, удивительный коллектив, который сейчас собирает огромное количество зрителей на своих концертах, будет работать совместно с русским народным оркестром, вот, и это будет программа, которая поедет у нас в город Димитровград, у нас также состоится концерт в Инзе, у нас будет концерт в городе Барыш, мы будем, едем в Корсун, в Радищево, базарный ССГАН, разные кусты совершенно, разные направления, и разные направления, именно по жанровости, и разные коллективы, поэтому я рада, что мы вот в этом, а что касается пригласительных билетов, я хотела сказать, что для ребятишек, которые занимаются в музыкальных школах именно в муниципальных образованиях, для этого это очень важно, мы предоставляем бесплатные пригласительные билеты, мы получаем заявки, и ребятишки, которые обучаются музыке, и живут у нас, в нашей области, они приезжают сюда бесплатно. Здорово. Спасибо вам большое за то, что пришли, понимаю, что самые горячие его дни, потому что вот-вот уже будет открытие, успехов вам, вашему коллективу, и после того, как все пройдет, мы обязательно с вами подведем итоги. Спасибо. Я хочу пригласить всех наших жителей нашей Ульяновской области, нашего города Ульяновска, к нам на концерты. Добро пожаловать. Спасибо. 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 Это была Лидия Ларина, директор, слушательный руководитель Ленинского мемориала. Увидимся на репортере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова